Это съемка скрытой камерой в одном из ярославских магазинов на улице Калинина. Полицейские в Гражданском и пострадавшие покупатели проводят контрольную закупку. Несколько дней назад Екатерина Жилова купила в крупном сетевом магазине сыр, на котором было несколько этикеток со сроком годности. Сегодня она решила привести глобальную ревизию. Продавцы, заметив, что несколько человек внимательно смотрят товары, засуетились, начали менять ценники и товары на полках. Вскоре вышла управляющая магазином и разговор пошел в открытую. Хотели узнать, как вообще такое получилось, что больше месяца он у вас продается. Упакован больше месяца назад и до сих пор вы его продаете. Вы понюхайте, как он пахнет. Такого ведь даже в капкан крысом не положишь. В Ярославской области более 6,5 тысяч продуктовых магазинов. Просроченные товары встречаются часто, но жаловаться на их качество жители не любят. Письменных обращений в Роспотребнадзор всего несколько сотен. Часто бывает так, что обнаружив, что товар просрочен или испорчен, человек просто выкидывает его, а ведь продавец обязан обменять его на качественный товар или вернуть деньги. Все это прописано в законе о защите прав потребителей. И эта книга должна быть в каждом магазине. Специалисты по качеству рекомендуют ознакомиться с этим законом. Если вы все-таки встретились с просроченным продуктом, то в первую очередь надо обратиться к руководству магазина. Если мирные переговоры не завершились успехом, то можно написать жалобу в Роспотребнадзор или полицию. И тогда нарушителям грозит проверка и штрафы. Кстати, борьбу с любителями продавать залежавшиеся продукты ведут и общественные организации. Это видеозапись одного из рейдов движения «Хрюши против». Активисты устраивают целые облавы на магазины, выгребая тележки просроченных товаров. До какого числа он годен? Где написано, до какого числа он годен? До какого числа он годен? Где? Годен? Годен, видите, ничего. Где? По комнату 16, на первую очередь. Годен, Годен, не написано. Кстати, в магазине в комментарии по поводу просроченных продуктов нашей съемочной группе отказали. А проверка, кроме сыра с плесенью, выявила еще и просроченные салаты, пончики и спаржу. Так что, взяв с полки пирожок, лучше уточнить, как долго он там лежал. Евгений Журавлев, Георгий Иванов. День событий. Спасибо.